Визитная карточка села Николаевка – предприятие по производству свинца и свинцовых сплавов из переработанных аккумуляторов. Производство постепенно расширяется, бизнес набирает обороты. Одновременно с этим растет и недовольство жителей села. Они опасаются, что завод выбрасывает в атмосферу вредные вещества. Этот завод имеет не менее трех печей для плавки свинца, дым от которых темного, чаще синего цвета, попадает на все село в радиусе двух-трех километров, в том числе на школу, детский сад и все дома, находящиеся в Николаевке. Практически постоянно все село находится в сизой дымке от этого предприятия. Жители обратились в общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Личный прием провел сенатор Совета Федерации от Самарской области Дмитрий Азаров. Специалисты Роспотребнадзора заверили, проверки на предприятии проводятся буквально каждый месяц. В экспертизах уже участвовало четыре независимых и авторитетных лаборатории. Наличие дыма не говорит о выбросах свинца в воздух. Мы зашли на предприятие, замерили на всех источниках выбросов загрязняющие вещества, превышений не выявлено. Отобрали почву в санитарно-защитной зоне, в жилой зоне. То есть, если бы предприятие выбрасывало свинец, а свинец относится к тяжелым металлам, однозначно при превышении в воздухе загрязнение почвы должно было быть. Свинца превышений не выявлено. Чтобы успокоить людей, а также не мучить предпринимателей бесконечными проверками, Дмитрий Азаров предложил организовать на предприятии общественный контроль. В этом направлении будут вестись переговоры с собственниками завода. Чтобы бизнес работал открыто, пригласил людей, которые живут рядом, показал технологии, чтобы люди лично могли убедиться в том, что правила не нарушаются, и их жизнь вне опасности. Как это происходит уже, поверьте, на многих предприятиях, а в первую очередь крупные предприятия сегодня открыты для общественного контроля, в том числе экологического. Надеюсь, этот опыт будет внедрен на территории Самарской области. Как защитить зеленые насаждения на территории города от замусоривания и вырубки? Еще один вопрос, с которым самарцы обратились к сенатору. Люди опасаются, рекреационные зоны пойдут под застройку. Дмитрий Азаров заверил, работа местной власти в этом направлении вышла на финишную прямую. Леса переводят из региональной в муниципальную зону ответственности. Также документально регистрируют памятники природы местного значения. На обсуждении 75 территорий. Валерия Макарова, Марина Матвейшина, Алексей Золотенков. События.